Добрый день! О главных событиях в городе области прямо сейчас в программе «Новости дня». Студия Анна Фтюрина и теперь коротко о главных темах к этому часу. Оренбуржии готовятся принять беженцев из Донецка и Луганска. Вопросы размещения трудоустройства прорабатываются в правительстве региона. Кадровое пополнение Сергея Катасонов назначен заместителем председателя правительства области по взаимодействию с федеральными органами власти. Пожары и аварии омрачили выходные. Самые серьезные происшествия в нашем обзоре. Борщевой набор за пять лет подорожал вдвое. Изменения цен публикуют Росстат. Кувандык встречает любителей зимней рыбалки. Какой улов удостоен первого места? Атмосфера весны. Конец февраля теплее нормы. Какой погоды ждать оренбуржцам? Оренбуржская область готовится принять жителей Донецка и Луганской народных республик, сообщил глава региона Денис Паслер. Сейчас решается вопрос о количестве людей, которых сможет принять область. В основном это женщины, дети и пожилые люди. Напомню, в силу обострения обстановки на границе и усиления обстрелов 18 февраля, глава ДНР Денис Пушилин заявил об эвакуации жителей в Россию. Социальная служба Оренбуржской области готова при необходимости обеспечить приезжающих предметами первой необходимости, заявили в правительстве региона. В местах временного размещения Департамент молодежной политики организует сопроводительную работу силами студенческих отрядов и волонтеров. Добровольцы помогут в организации пунктов размещения, оказании психологической помощи и работе с детьми и подростками. Кроме того, губернатор Денис Паслер поручил региональному министерству труда подготовить перечень профессий, по которым есть вакансии для эвакуированных. Мы не можем остаться в стороне, когда речь идет о жизни людей, поэтому другого решения быть не может. По поручению президента Владимира Путина МЧС России аккумулирует данные о возможности размещения людей в регионах. Официальное подтверждение о своей готовности в Министерство чрезвычайных ситуаций мы уже направили. Напомним, Оренбургская область уже принимала беженцев в 2014-2015 годах с началом боевых действий на востоке Украины. В регионе оперативно развернули базу для проживания, организовали питание, обеспечивали всем необходимым. В этом году в силу очередного обострения ситуации Россия готова принять более 700 тысяч беженцев. Как заявил президент России Владимир Путин, всем эвакуированным выплатят по 10 тысяч рублей. Помимо Оренбуржья к размещению готовится еще ряд областей. Челябинская, Калужская, Мурманская, Владимирская, Кировская, Ростовская и другие. На сегодняшний день границу пересекли уже более 50 тысяч жителей двух самопровозглашенных народных республик. Они были эвакуированы на автобусах в пункты временного размещения. И еще из официальной повестки дня. Экс-депутат Госдумы России Сергей Катасонов займет пост заместителя председателя правительства Оренбургской области по взаимодейству с федеральными органами власти. К своим обязанностям новый зампред правительства приступит уже 1 марта. Известно, что указ о назначении будет опубликован в ближайшие дни. Должность была введена указом губернатора Оренбургской области в ноябре прошлого года. Теперь руководствия определились и с кандидатурой. Добавим Сергею Катасонову 58 лет. Он избирался депутатом Законодательного собрания Оренбургской области. Два созыва подряд в 2011 и 2016 годах был избран депутатом Государственной думы от Оренбуржья по списку партии ЛДПР. В сентябре 2021 года Катасонов также участвовал в думских выборах, но в итоге не прошел в новый состав Нижней палаты Федерального собрания России. А теперь к сводкам происшествия. В эти выходные в Оренбургской области зафиксированы десятки инцидентов, в их числе крупные аварии и пожары. О самых крупных ЧП в нашем обзоре. Авария на улице Монтажников Оренбурга унесла жизнь мужчины. Известно, что водитель автомобиля Датсун не справился с управлением. Он выехал на встречку, когда направлялся в сторону авторемонтной улицы. В результате врезался в Ладу Приору. 32-летний мужчина скончался на месте от травм до приезда медиков. Водителя Лады госпитализировали. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Сразу три человека пострадали в ДТП на автодороге Адамовка-Шильда. На 13-м километре водитель ВАЗ-2110 столкнулся с другим автомобилем, когда двигался по встречной полосе. Три пассажира с травмами доставлены в больницу. Также три машины Лада Гранта, ВАЗ и Део стали участниками аварии на Донгусской улице в областном центре около моста через Урал. Водитель ВАЗа госпитализирован с рассечением головы. Инспекторы ГИБДД разбираются в причинах ДТП. Зафиксирована авария и в Переволоском районе на трассе Оренбург-Самара. Там на 383-м километре водитель отечественного автомобиля на полосе встречного движения столкнулся с иномаркой. Машина загорелась. В результате находившаяся там пассажирка получила термические ожоги тела. В выходные зафиксировано сразу несколько возгораний. Так в поселке Чкалов вспыхнул жилой дом на улице Набережная. Известно, что с огнем боролись 11 человек и 4 единицы техники. Сообщается, что один человек получил травмы. Всего огонь охватил площадь более 80 квадратных метров. По факту произошедшего проводится дознание. В селе Городище сгорел магазин на улице Восточная. Огонь повредил торговый павильон и складное помещение в 30 квадратных метров. Никто не пострадал. А в Илейке спасатели тушили шиномонтажку на улице Восточной. Горели покрышки в отдельном здании. С огнем боролись два боевых расчета 11-й пожарной спасательной части. Погибших и пострадавших нет. Также в эти дни у Арчанина изъяли 35 свертков, в которых находилось более 9 граммов синтетики. Установлено, что 30-летний мужчина приобрел наркотик для распространения. Возбуждено уголовное дело. Содержанному грозит до 20 лет лишения свободы. Елена Еремовна, Маргарита Бакирова. Новости дня. QR-код теперь можно получить по тесту на антитела. Причем сколько их не важно. Главное, чтобы анализ показал их наличие. Раньше сертификаты могли оформить только привиты и переболевшие. А также те, кто получил медицинский отвод от вакцинации. Приказ об изменении условий получения ковид-сертификата в начале февраля опубликовал Минздрав. Россияне получат соответствующий сертификат после того, как подадут заявление на портале госуслуг и предоставят результаты анализов. Документ будет содержать информацию о методе и дате проведения исследования, а также об организации, проводившей тест. Срок действия такого сертификата – полгода и 12 месяцев на основании положительного результата ПЦР-тестирования, подтвержденного результатами теста на антитела. А теперь к новым данным по коронавирусу в области. Вектор на снижение. По данным федерального оперштаба, в регионе за сутки зарегистрировано больше трех тысяч новых случаев заражения ковидом. Почти столько же оренбуржцев выздоровели. 100 человек при этом госпитализированы. За последние 24 часа погибли от осложнений 6 человек. Планировали закончить в октябре 2021 года, но что-то пошло не так. В редакцию РТ обратились жители дома номер 5 по улице Богдана Хмельницкого. Там, несмотря на зимний холода и обильный снег, строители обновляют кровлю. Вот так сегодня выглядит чердак многоквартирного дома. Склад строительного мусора и сырых досок. Старый кирпич куски покрытия лежат в перемешку с новым утеплителем и изоляционным материалом. Бригады из трех рабочих трудятся не спеша. Последствия таких несезонных работ хорошо видны с высоты птичьего полета. Местами в крыше зияют огромные дыры. В них, по словам местных жителей, попадает снег и дождь. Все квартиры на верхнем этаже у нас, все квартиры протекли. Самые страшные, самое главное, только сейчас, вот на той неделе, на четвертом этаже, с угла у нас, там всего две квартиры. Они стали разбирать крышу. Надпись на двери подъезда сообщает, что все работы должны были завершиться еще в октябре 2021 года. Горожане говорят, что все лето строители занимались фасадом. Он тоже входит в проект капитального ремонта. И к качеству проведенных работ у людей тоже есть вопросы. Вот, пожалуйста. Сейчас осыпается. Все осыпается. Все осыпается. Все. Почему сроки сдвинулись и менять кровлю решили именно зимой? Жителям никто не объясняет. Все подробности зимнего ремонта, что грозит подрядчику и когда у людей появится крыша над головой, на эти вопросы специалисты фонда модернизации ЖКХ Паренбургской области ответят в выпуске проекта ОРТ «Прямой эфир» завтра, 22 февраля. Если вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, тема требует огласки. Корреспонденты ОРТ готовы помочь вам разобраться в деле. На телеканале работает круглосуточный телефон горячей линии 8 800 257 00. Напоминаем, звонок бесплатный. Ну а пока ненадолго прервемся. И вот о чем расскажем в нашем выпуске далее. Борщевой набор за пять лет подорожал вдвое. Изменения цен публикует Росстат. Кувандык встречает любителей зимней рыбалки. Какой улов удостоен первого места? Атмосфера весны. Конец февраля теплее нормы. Какой погоды ждать эренбуржца? Это новости дня и мы продолжаем. За пять лет в России продукты борщевого набора подорожали вдвое. Больше всего, по данным экспертов, почти в три раза по сравнению с 2017 годом подорожала капуста. Изменение потребительских цен опубликовал Росстат. По данным ведомства, капуста подорожала с 18 рублей почти до 60 за килограмм. Второе место занимает морковь, которая выросла в цене с 26 рублей до 48. Картофель в 2017 году стоил чуть больше 20 рублей. А теперь он обойдется примерно в 48 рублей 24 копейки. Стоимость килограмма свеклы пять лет назад составляла 22,5 рубля. А в этом году дороже 45. Лук подорожал на 9 рублей. В январе Минсельхоз России сообщал, что посевные площади в стране в 2022 году будут увеличены. По прогнозу ведомства, овощи открытого грунта будут посеяны на площади почти в 200 тысяч гектаров. А картофель посадят на 300 тысячах, что превышает прошлогодний показатель на 7%. Как поясняют специалисты ведомства, наращивание производства овощей бурщевого набора является одной из ключевых задач обеспечения продовольственной безопасности страны. В среднем за последние пять лет урожай овощей, открытого грунтом, в нашей стране стабильно превышает 5 миллионов тонн. Ежегодно обновляется рекорд по производству в зимних теплицах. Ну а пока к другим темам. Вековой юбилей нашей землячки. Ветерану труда Анне Петровне Тищенко исполнилось 100 лет. В буквальном смысле на своем веку она повидала многое. Войну, голод, переезды и немало житейских трудностей. Однако сегодня для всех настоящий пример стойкости и жизнелюбия. О том, как несмотря на невзгоды, с радостью встречать каждый день, долгожительница поделилась с моими коллегами. Святые благодарности, поздравления. 100-летний юбилей Анна Тищенко встретила ярко. Даже в таком возрасте, когда за плечами 53 года трудового стажа, она бодра и с радостью принимает гостей. Но даже в свой праздник Оренбурженко не забывает, что пришлось пережить в годы войны. Трудно, все голодные были. Анна Петровна родилась в Самарской области. В Оренбуржье ее направили работать в годы Великой Отечественной войны. Было очень трудно рассказывать юбиляр, но даже тогда она организовывала детям интересные уроки и пятиминутки. Но это не единственная должность за ее трудовые годы. Начальник цеха на швейной фабрике, секретарь райкома комсомола, райком партии, начальник отдела сов на архозах. Значимость труда, говорит Оренбурженко, не переоценить. А для того, чтобы войны не было, значит, надо работать, работать, работать и помогать. Тот, кто работает, тому надо помогать. Парадный пиджак Анны Тищенко пестрит трудовыми наградами. Успевала она уделять время и семье. У Оренбурженки двое детей. Муж был военным. Сегодня радуют внуки, правнуки и проправнуки. Они живут в разных городах, кто в Москве, кто в Санкт-Петербурге. Фотографии по всему дому и игрушки напоминают, они рядом, несмотря на расстояние, скоро снова приедут. Оренбурженка делится и с секретом долголетия. Именно здоровый образ жизни и работа помогали всегда держаться бодро. Молодому поколению она желает относиться к своей жизни серьезно. Берегите каждый день, пожалуйста. Анна Петровна рассказывает, что всю жизнь вела дневник. В нем она отмечала дни, в которые сделала что-то важное, ценное. Сегодня, оглянувшись назад, женщины делятся, не жалеют ни о чем. Елена Еремина, Семен Воробьев, Новости дня. Настоящим рыбакам зима в радость. Любители подледного лова доказали это в минувшие выходные. На соревнованиях по ловле рыбы в Кувандыкском округе. На Урале собралось несколько десятков человек. О том, как прошло состязание, расскажут мои коллеги. Я поймал первую рыбку, а вторая. В селе Новоуральск собрались рыбаки со всего Кувандыкского городского округа. Традиционный конкурс по подледному лову прошел на Урале. В этом году побороться за первое место приехали 60 человек. Организовало праздник Содружества ветеранов боевых действий и отслуживших в пограничных войсках. Собираемся здесь уже не в первый раз. Вот это мероприятие, оно объединяет все наши общественные организации, объединяет все наши промышленные коллективы, которые есть на территории нашего муниципального образования. В этом году я вижу новые команды. Я думаю, что такие мероприятия сближают людей. Соревнования среди рыбаков проводятся уже в шестой раз. В этом году участники ловили рыбу на глубине двух метров. На удочке попадался окунь, чебака и сорога. Во время конкурса запрещено было ловить леща. К счастью, у участников эта рыба прошла мимо крючка. Иначе улов пришлось бы отпустить обратно. Первое место с результатом полтора килограмма занимает команда «Газаи». Глава местной администрации также добавил, несмотря на то, что конкурс проводился на свежем воздухе, соблюдались антиковидные меры. Все участники здоровые и соблюдали необходимую дистанцию. Алена Круглова, Александр Волчий. Новости дня. И о погоде. Оренбургская область находится под влиянием теплого атмосферного фронта, который пришел к нам с запада. По прогнозам синоптиков, на неделе будет пасмурно и ветрено. А с четверга велика вероятность осадков в виде мокрого снега. При этом температура воздуха в дневные часы местами превысят нулевую отметку. Ночами ожидается слабый минус – давление в пределах нормы. Такие погодные условия сохранятся на всей территории европейской части страны. Специалисты Федерального гидрометцентра сообщают, что в текущий месяц Центральной России продолжается удивлять необычным теплом. Среднемесячная температура воздуха почти на 5 градусов выше нормы. Кроме того, февраль 2022 года входит в десятку самых теплых за последние 7 десятков лет. И до конца календарной зимы атмосфера останется в состоянии метеорологической весны. И о спорте. В Пекине завершились зимние Олимпийские игры. В составе сборной России выступала и наша землячка, уроженка Новотроицка Юлия Беломестных. Она – бобслеистка, разгоняющая в бобах двойках. Юлия родилась и окончила школу в Новотроицке, где занималась легкоатлетикой. Потом переехала в Москву и переключилась на бобслей. В Пекине Беломестных выступала вместе с Надеждой Сергеевой. Соревнования женских двоек состоялись под занавес игр. Наша пара после двух заездов шла 13-й, но в заключительных попытках улучшила ситуацию и в итоге заняла 9-е место. Пилот команды Сергеева посчитал результат отличным, учитывая все сложности. Ведь выступать пришлось на новом бобе. Инвентарь был сменен буквально за день до начала соревнований. И в таких условиях попасть в десятку сильнейших – это шаг вперед после 17-го места на Олимпиаде в Пьенчанге. Это все новости к этому часу. А наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий в городе и области. Все сюжеты моих коллег и другие проекты ОРТ вы всегда можете найти на нашем сайте. Присоединяйтесь и к группам телеканалов в социальных сетях. А я же с вами прощаюсь. И прямо сейчас рубрика «О погоде не только». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова